Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан страны на военную службу, а также об увольнении с нее тех, кто уже отслужил. Осенняя призывная кампания стартует 1 октября и продлится до 31 декабря. В этот раз на военную службу отправится 134 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет. 704 призывника из Тувы пополнят ряды Вооруженных сил России. Также в указе президента предписывается осуществить увольнение с военнослужбы тех солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военнослужбы по призыву истек. Отмечается, что общее число российских призывников вновь сократилось. Год назад указом главы государства были призваны 152 тысячи человек, а в марте 2017 – 142 тысячи. По партийному проекту «Городская среда» в Кызыле благоустраивается 8 дворовых территорий, 6 общественных пространств и городской парк. В выбранных членами общественной комиссии по проекту «Городская среда» во дворах появится зона отдыха для взрослых и детей, спортивные площадки, скамейки, урны и освещение. Будут проведены работы по озеленению и ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к ним. К примеру, во дворе по улице Кочетова, 95, выполнен большой объем работ. Проведена валка деревьев, положен асфальт, созданы автопарковки с установкой бордюрного камня, дополнительно расчищен и выровнен весь участок. Завершается озеленение, установка освещения и огораживание детской площадки. Жители нескольких домов уже этой зимой смогут сыграть в хоккей, не выходя из двора. 1 октября жильцы домов по улице Кочетова, 95 и улице Калинина, 24 выйдут на субботник. Поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие прямое возмещение убытков в автогражданке на коллективное столкновение транспортных средств, то есть в которых участвуют два и более автомобиля, вступили в силу 25 сентября. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путином в марте этого года. Прямое возмещение убытков означает, что потерпевший в ДТП обращается за выплатой по ОСАГО к своему страховщику, а не к страховщику виновника. А затем страховые компании рассчитываются между собой. С 25 сентября такой порядок возмещения ущерба распространяется на столкновения, в которых участвуют два и более автомобиля. До этого прямое возмещение убытков было возможно только при столкновении двух машин, в остальных случаях потерпевшим нужно было обращаться к страховщику виновника. Новый порядок выплат будет применяться к ДТП, которые произошли после 25 сентября. Прямое возмещение убытков возможно только при авариях, где нет пострадавших и вред причинен только автомобилям.